Девушки отдыхают Это нарисованный мир, работа Ирис фон Эверик А вы как сюда попали? Мы существуем сразу в двух мирах Странное место Оно родилось из снов, Ирис фон Эверик При ее жизни этот мир был лишь в ее мыслях А после ее смерти он обрел плоть Трудно поверить в такую небылицу Лучше уж поверь и будь настороже Нарисованный мир вовсе не безопасное место Все это прекрасно, но... Где Ирис? Она пробудилась лишь на минуту Если хочешь с ней поговорить, нужно вырвать ее из сна надолго Только как? Ты же следопыт, верно? Присмотрись к тому, что тебя окружает Ну и? Этот мир состоит из поглекших воспоминаний Наша хозяйка хочет стереть их из памяти, но не может Найди их Исправь Призови страхи, что мучают Ирис фон Эверик А потом уничтожь их Легко сказать Ну что же Попробуем отыскать Эти воспоминания А также способ их уничтожить Призрак Да, ребята Плохо дело Мне восстановить Хотя нет, вот по-моему тут у меня появился Все поломано Броня тоже сломана Оружие сломано Восстановить нечем Просто капец как все плохо Так Ну что, масло против призраков опять Только убили призрака И снова призраки Ну что же Так Это у меня еще есть Все готово Ух ты У меня здоровье не уменьшается Почему? Пойдемте их уничтожать Призраков Вот они Какие-то Пауки Я не знаю Правильно или нет Я делаю Что устанавливаю Ловушку Знак Ирден Так Тут какие-то Пчелы Или что это такое Летает Смотрите У меня здоровье уменьшается У Альберт и Ирис Они как будто Замерли в движении Воспоминания Она стертая Неполная Восстанови его Вопрос как Как восстановить-то его Что я должен сделать Так Вот здесь что-то лежит Чашка Рюмка Точно как в руке У Ольгерда Ага Ему рюмку А ей цветы Постатки праздничных украшений Давайте Поместим Ну и Так Надо не перепутать Подождите-ка Вот ей нужно цветы Это наверное не то Почему не то? Рюмку что ли тебе надо? Будто здесь и было Интересно Я думаю С цветами А И твое Муж А у них у обоих В краях Новобрачных Принято встречать Хлебом солью Но пока что Мы одни Кроме тебя Мне никто не нужен Я бы хотела Чтобы эта минута Длилась вечно Я подумаю Как это устроить Пойдем Я покажу тебе дом Хорошо Только Я знаю Что это глупо Но Он так долго Стоял пустым А я А ты боишься Пауков Я же знаю Я собрал их всех И выбросил сад Ты позаботился Обо всем Геральт уже достает меч Эх парни Все мне приходится делать Мне наверное надо было масло Атексицитоидов Наносить то на меч Ух ты Вот что за монстрила Ого Ого продамажил Ой-ой-ой-ой Ребята Подождите Дайте знак Квен повешу Ладно Ой-ой-ой-ой-ой Ну-ка Ну-ка Вот этот большущий призрак Нехорошо там Так Давайте теперь паука Победим паука Какой шуткий Паучок Опять мяч сломался Блин Льется Ну иди сюда Ну ребята Как все Не просто Паучок Продамажил Не слабо На хардмоде У меня последний уровень Сложности Медалью Он дрожит Так А это что Лиза Нет Кошмар Оживший страх С ним тебе придется Сразиться Кто б сомневался Я тут только этим И занимаюсь Что сражаюсь Э, Геральт А где меч Ты меч Достань Убрал меч Придется сразиться Мне с ним Да Вот он А нет Это паучки Опять И опять пауки Опять вас Много Бьем Знак Квен у меня Прокачан Так что Защищает Хорошо Меч сломан Опять Что ты будешь делать Я и починить нечем Блин Плохо Так Опять мне с кем-то Придется сражаться С каким-то Монстрилой Я чувствую Так Закрыто здесь Идем сюда Снова Сон о прошлом Наверное Тоже неполный Да Конечно Неполный Сейчас посмотрим Что тут И почти Такой же Как сцена На картине Касты Гравелла Вино Из Туссента Дорогое Вино Что еще Здесь есть Картина Ага Это какая-то Подсказка Мне Во главе Стола Не пойму Кто сидит Там Гирис С Ольгертом А ко мне Спиной сидят Еще двое А во главе Стола Интересно Кто сидел Жена Ольгерда Любила Цветы Судя по Орнаменту Это могла Быть И ее Расческа А ну вот Они тут Все сидят А это Поросенок Не хотели Угодить Гостям Так А что Не достает На картине В нем Горел Огонь Но чего-то Еще не хватает Да Чего-то Еще не хватает Огонь Зажег Свечи Точно Еще свечи Ну все Теперь Вроде бы Так Вот эту Свечу Свечи Горят Камин Горит А чего Еще не Хватает Кувшин На столе Стоит Здоровый Да А вон Валяется А как Его Подняться Нет Кувшин Он вон Стоит Так А чего Не хватает Еще Чего-то Еще Не хватает Не пойму Чего На второй Этаж Пойти Что-ли Может Там Чего Нет Нет Тут ничего Интересного Нет Столики Со свечами А чего Там Не хватает Что-то Еще Слушайте Может быть Какие-то Свечи Горят А какие-то Нет Может В этом Дело Что Одни Свечи Должны Гореть А другие Нет Потому Что Здесь Больше Никаких Подсказок У меня Нет Так Около них Две Свечи Горит А дальняя Свеча Не горит Вот Наверное В этом Дело Давайте Проверим Прав я Или Нет Вот Эту Свечу Потушим Все Вот В чем Дело Было Доченька Все Хорошо Бледная Ты Какая Рассеянная Да Нет Все В Порядке Расскажи Лучше Как Вы Я так рада Вас всех Снова Видеть Только Что Бабушка С дедушкой Не Приехали Дорога Дальняя Ухабистая Должно Быть Они Все Еще Не Хотят Меня Знать Да А Это Что Мы Привезли Вещь Ирис Любимую Расческу Детскую Куклу А А это Это тебе Викселя Мы Выплатили Все Твои Долги Чтобы На Семье Позора Не Было Как Мило Что Мама И Папа Обо Мне Помнят Ольгер Ну вот Видишь Какой Он А ведь Мы Отговаривали Тебя От Свадьбы Мужелан И Голодранец Который Якшается С Головорезами Ты Не Боишься Жить Под Одной Крышей С Этим Отрепьем Ну и Что еще За Нападь Что Это Может Значит Подержим Ты Не Нравится Мне Это Место Очень Даже Не Нравится На Втором Этаже Что То Какой То Чел Зашел Жизнь Спаль Так Здесь Опять Нужно Восстановить Воспоминания На Полу Что Валяется Окровавленное Полотенце Испачканы Кровью Здесь Что Давайте Сюда Который 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 Час Поздно Спи Ты Опять Сидел Всю Ночь В Кабинете Что У Тебе С Руками Ничего Немного Испачкался Это Кровь Ты Порезался Это Чернила Я Писал Письма Знаешь Я Скоро Собираюсь В Оксимфурд Может Поедем Вместе Ой Замечательная Мысль Поездка Пойдет Нам На Пользу Обоим Значит Решено Давай Лежим Спать Я Устал Теперь Я Уже Точно Не Усну Это Исключено Пойдем Я Закончу Твой Портрет В Художественную Мастерскую Так Здесь Наверное Уже Делать Мне Нечего Снова Стертые Воспоминания Она Рисует Ольгерта Тот Сидит Рядом Со Столиком На Котором Стоит Кувшин И Виноград Зеленый И Красный В Руке Вроде Ничего Нет Рисунок Отличается Деталями В Натюрморте Чего-то Не Хватает Миска С фруктами Будто Кто-то Только Что Обрызгал Их Водой Так И Кубок Чаша Бокар Такой же Как На Картине Так Значит Ему Надо А Вот На Столик Наверное Нужно Воссоздать Натюрморт С Картины Все Верно Все Верно Но Прежде Чем Мы Его Воссоздадим Что-то Не Так Еще Разок Нужно Внимательно Взглянуть На Саму Картину У меня Значит Два Предмета Только Почему-то Так Давайте Еще Раз Посмотрим Картина Плохо Конечно Так Видно Но Вот Я Вижу Кувшин Стоит Виноград Яблоко Так Кувшин Сзади Ближе К руке Яблоко Наверное Нужно Воссоздать Натюрморт С картины Выбрать Место Для Бокала Оно Сзади В центре Может Может С этой С Так Значит Справа Будет У меня Яблоко Справа Справа Это Сюда А виноград Слева Кажется Кажется Подходит Наконец-то Все как на картине Да Именно так Улыбнись Чуть шире Вот так Я прошу Улыбку А не оскал Нет Не то Улыбнись Так Как тогда Когда отец Согласился На нашу свадьбу Пожалуйста Ничего не выйдет Я же вижу Что тебя Что-то гложет Я должен еще немного Поработать Снова Ольгерт Мы же обещали Не держать Никаких секретов Друг от друга Ты помнишь Прости Я не хочу Об этом говорить Ну Ольгерт Ольгерт Перед самым носом Так Теперь отправиться Нужно в кабинет Отправляемся В кабинет Ольгерта Дверь-то закрыта Перед самым Моим носом Захлопнули дверь Эти двое Так А здесь кто? Опять какой-то человек Какой-то призрак Ну что Ребята Вы меня В покое Не оставите Вас трое Разбивают Защитный знак Слэм Ух ты Мне на вас Ребята Может Ласточки Не хватить Еще один Там Четвертый Пришел Мощная Атака Готово Ласточка Одна Штучка Осталась Одно Использование Так Темно Ничего не видно Так Идем В кабинет Здесь что-то Опять не хватает Это лаборатория Мастера Фон Эверика Здесь он изучал Магическое искусство Какой-то крупный Грамм Чтобы удержать Призванное существо Линии стерты Нужен мел Чтобы их поправить А потом Расставить свечи Так Мел Мел и свечи Нужны Кровь Должна быть Для магических практик Так А вот мелок По-моему Да Точно Мел Так И свечи Нужно еще взять Свечи Свечи Книга 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 О договоре С демоками Черная магия Ребята Так Наверное Надо прочитать Эту книжечку Как свечи Расставлять Ведь я не знаю В каком порядке Так Вот здесь Что-то сказано О призывании Пришельца Из другого мира Духа надлежит Призывать Исключительно Внутри Защитного Круга Который Свяжет его Крепче Любых Оков Круг должен Быть полным И бесконечным Без разрывов Его рисуют Решительным Твердым Движением Мела Так как Линию легко Стереть Случайно Или по хитрости Духа Круг надлежит Усилий С помощью Свечей Из пчелиного Воска Именно так Круг станет Непреодолимой Преградой Для Духа Так что Нужно Все сделать Аккуратно Все верно Ведьмак Черная магия Это должно хватить Теперь свечи Интересно А как Свечи Составить Не знаю Мне надо Подумать Надо подумать Точно Как свечи Составить Еще раз Ну написано Усилить С помощью Свечей А как Их Поставить Не написано Ну Давайте Поставлю По кругу Сейчас Сохраню На всякий случай Честно говоря А может быть По углам Пентаграммы Да фиг его знает Ребят Не знаю Как свечи Ставить Ну-ка Вот здесь Листочек Какой-то Лежит Книжечка Между мирами Может быть Здесь будет Подсказка Так Про стихии Написано Ну нет Здесь Про свечи Тистое Про свечи Ничего не сказано Ладно Рискуем Сохранился По углам Наверное Мне кажется Хорошо Давай попробуем Еще раз На углы И на круг Давайте четверку Выберу Проверим Может так Что-то Видно Перепутал Нет Не так Поставить Свечи Ну давайте На углы Ну значит По кругу На сам круг Третий вариант Тогда Может так Вернись Мы должны Поговорить Оставь Меня Я хочу Побыть Один Не в этот раз Вернись Сейчас же Оставь Меня В покое Я просто Хочу Поработать Спокойно Кого-то Призывает Ольгерт Какие еще чары Мне использовать Я перепробовал Все Я хочу Разорвать Наш договор Явись Огонь Все сюда Пошли Пошли Этого я не ожидала Да я сам Этого не ожидал Найти путь Спасению Воздух Кончается Геральт Закрыто Здесь Выход Закрыто А здесь Закрыто А где Выход Ребята Тут все Везде Закрыто Через Картину Может Как-то Может Там За Картиной Ух ты Это все Напоминает Мне Белый Хлад Из Пророчества Метлины Бежим Бежим Внутрь Пока Не Окалились Где Где вход Ребята Геральт Замерзает Я ничего не понял Лестница Ой Я сейчас Замерзну Вот сюда Наверное Хотя У меня Курсорчик Почему-то На мини-карте Показывает Совсем Другое Направление Очередное Воспоминание Ирис И ее Отец На полу Что-то Валяется Брачный Контракт Брачный Контракт Между Ирис И Ольгертом Это Интересно Какой-то Контракт Добрачное Соглашение Определенные Договоренности Ну Стандартный Контракт Относиться С уважением Если Разойдутся Сохранят Каждое Своё Имущество Получаемый Обойми Доход Каждый Тратит По собственному Разумению Подписи Обычный Контракт Так Что еще Здесь Вот Сюда Нужно Поместить Наверное Контракт Этого Мало Воспоминания Все еще Не пол Так Еще Что-то Надо Сделать Вот Сюда Нужно Что-то Поместить Он Здесь Ольгер Тут Выпивает С отцом Вот она Кружка На полу Кружку Вот сюда В руку Значит Вот Как он Коротел Долгие Зимние Вечера Смотрим Воспоминания Помимо Этого Сказано Что ты Будешь Уважать Ирис Считаться С ее Мнением И желаниями А К делу Папа А то Я теряю Терпение Изволь По просьбе Ирис Я расторгаю Этот брак Ты говорила Что будешь Со мной До самой Смерти И я Сдержала Слово Потому что Ольгерда Которого я Знала Больше нет Не так Просто Отказаться От данного Однажды Слова Поверь Мне Ты останешься Здесь Навсегда Довольно Ты не будешь Нам приказывать Ты Отец Отец Нет Нет Эй Слуги Забрать Эту Падаль И бросить Трубоедам Убил Отца Ирис Так Опять Меч Достает Герак Ну что Опять Сражение У меня меч Ты весь Уже Сломан Бьем 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 К следующему Воспоминанию Слушайте Несчастная История С этими Двумя Влюбленными Так Здесь Что Мечта у меня Там Наверное На сколько Процентов Уж сломан 41% Меньше Половины Так Идем Дальше Ключник Я помню Здесь Мы Втроем Проводили Много Времени В Молчании Займем Свои Места Так Как Тогда А ты Сделай Остальное Как Убить Ключника Вы Видели Видео На моем Канале Грозный Противник Так Поднос С едой Что Еще Миска Большая Глиняная Миска Маленькая Миска Похоже Для супа Нужно Будет Все Это В Правильном Порядке Расставить Я думаю Царапины Ну Ка Здесь Посмотрим Что Так Собаки Наверное Собаки Наверное Большую Миску Коту Маленькую Миску Вот Здесь Собака Ей Наверное Нужна Большая Миска Это Кажется Твоя Миска Да А Коту Маленькую Миску А перед Ирис Мы поставим Самый раз Уже Миску Стол Накрыт Только На одного Человека Так А Другую Миску То кому Ключник Наверное Несет Поднос Ему Наверное Надо Да Поднос С едой Будто Здесь И было Смотрим Воспоминания Вы правда Ели Из этих Мисок Конечно Женит Я тебе Уже Говорила Что Мы Не Звери Но Ключник Все равно Их Приносил Как Ему Велели Очередной Монстр Я же Просила Тебя Перестать Этих Двоих Тут И так Слишком Много Кот И пес Это твоя компания А он Будет тебя Стеречь И заботиться О доме Что бы ни Случилось Еще недавно Я хотела Знать Что там У тебя В голове Думала Что смогу Тебе Помочь А теперь Меня Уже Не Волнует Что Ты Думаешь И Что Чувствуешь Я Ничего Не Чувствую А у Меня Нет Сил Даже Ненавидеть Тебя Выйди Ольгерт Я Не Хочу Больше Тебя Видеть Как так Все Произошло Ольгерт Фон Эверик Не Понимал Что Мы Никогда Не Сможем Его Заменить Тень Его Призрака Есть В каждом Воспоминании Госпожи Ирис Мы Приближаемся К концу Путешествия А Что В конце Самый Большой Страх Ирис Фон Эверик Как бы Не пришлось Не в конце Сражаться С кем То Большим И сильным Так Письмо Лежит Какое Моей Жене Письмо От Ольгерда Ирис Я хотел Бы Так Желовко Владеть Словом Как Саблей Особенно Теперь Когда Моем Сердце Лишь Пустота Я Вижу Как Ты На Меня Смотришь И Вижу Как Ты Угасаешь Я Не Могу Тебе Помочь Но Постараюсь Не Причинять Тебе Вред Эти Письмо И Роза Мое Прощание Оставайся Вздраве И помни Только То Хорошее Что Было Ольгерд Доставай Меч Геральд Вон Там Стоит Монстрила Как Убить Блин Очередной Эпичный Монстр Что Ли Да Опять Битва Со Сломанным Мечом Блин Трупоеды Какие Опа Самый Большой Страх Ирис Как Убить Самый Большой Страх Ирис Ну Сколько Мне Ещё Ждать Ну Ребята Как Убить Самый Большой Страх Ирис Режим Хард Мод У меня Последний Уровень Сложенности Какими Мечом Я сражаюсь Интересно Мне знать Отвары Пьём Отвары Так И кима Где Вот Ой Ой У меня Ласточки То Нет Так Будем Рафар Туда Использовать Потом Так 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 И ещё Выпьем Один Отвар Который Позволит Нам Дополнительно Дополнительно Ещё Выпить Ласточку С Громом Как Он Называется Ты Забыл Так Рафар Потом будем Использовать Я не найду Как называется Этот Отвар Здесь Может быть Вот это Ещё Выпью Давайте Ладно Так вот Масло Не знаю Какое Нанести Кто Этот Как Как Он К Реликту Может Давайте От Реликтов До Фиг Знает Не Знает Кому Он Относится Так Т Игрик Выпили Будем Едой Восстанавливать Здесь же Здоровье Потому Что Так Вот 80% 80 Единиц Эти Все Под Полтиннику Хорошей еды Так Толком Нет У меня Хотя Должна Быть Так Ладно Вот Так Все Огром Выпиваем И Погнали Самый Поль Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Ух ты Видели Как Продамажил Смотри Это Ольгерт Как Сражался Я С Ольгертом Такая Же Схема Была Так Здесь Главное Вовремя Мне Квен Накидывать Бьем Пока Гром Работает Разбил Меня Да Блин Разбивает Да что Такое Оу Все Ласточки Нету Осталось Надеяться На Рафара Он Меня Убил Ребята Сложно 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 Попытка Номер Два Но Ольгерта Фон Эверика Я Победил С третьей Попытки Поэтому Вполне Возможно Что И Здесь Будет Та Ж История И Удастся Победить Тоже Только С третьей Попытки Ну Посмотрим Итак Попытка Номер Два Я Сейчас Поставил Себе Другой Меч Школы Волка Нанес Масло Яд Повешенного Дабы Увеличить Силу Атаки И Сейчас Попробую Выпил Да Зелье Два Отвар То есть И Буду Пробовать Еще Использовать Отличный Северный Ветер Бомбу Возможно Видите Как все Быстро Происходит Ну Только я Блин Ничего не Получается Сразу Мне Продамажил Все ХП Снес Так Давайте Сейчас На Игорь Сразу Надо Нажать Будет Надеешься Что Сумеешь Что Ты Будешь Делать Ну Давай Пробуем Он Как То Заморозим Заморозка Не особо Работает А что Их так Сразу Стало Так Много Нифига А их Что Так Сразу Много Стало Ну Ребята Тут Хана Мне Будет Сейчас Их Что Много Стало Блин Он Не Надо Слово Будет Уменьшать Не получится У меня Ничего Ребята Чувствуют Все Ласточки Нету Восстанавливать Здоровье Нечем Не Плачет Ведьмака Хоронить Будут Да Да я тоже Так Думаю Что Будут Хоронить Ведьмака Главное Вовремя Квен Накидывать Бьем 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 Только я Кинул Бомбу Он Иди Иди сюда Все Победился Второй попытки Ребята Квэк Я Уж Думал Придется Уменьшать Уровень Словности Нет Все Нормально Справились Все Эликсиры Потратил И ласточку И рафара Белого Интоксикация Выше Крыши Что Дальше Ты Не он Подожди Я хочу Поговорить Не в этом месте Прости Я приняла Тебя За другого За Ольгерда Я думала Что он Вернулся Ко мне Кто ты Дух Наваждения Я Печаль Я Видел Тебя Раньше Но тогда Ты Не была Собой А потом Я Наблюдал За тобой В твоих Воспоминаниях Мы Встречались Я Не помню Я Видела Дурные Сны Вот И все Что Я знаю Я Ищу Фиолетовую Розу Которую Ольгерд Подарил Тебя В тот День Когда Я Видела Его В последний Раз Я Засушила Ее И держала В спальне Возле Кровати Целыми Днями Я Лежала И глядела На нее До тех Пор Пока Она Не Истлела А вскоре И я То есть Розы Больше Нет? А в этом Мир Есть Посмотри Ты Похоронил Мое Тело И Цветок Ановь Расправил Лепестки Я же У твоего Мужа Есть Могущественный Враг Ты знаешь Гюнтера О'Дима? Я Проклинаю День Когда Узнала Это Имя Кто Такой О'Дим И как Он Вмешался В Вашу Жизнь Это Ради Меня Ольгерт Вызвал Стеклянного Человека И пожелал Себе Богатства А потом Вечности Для нас Обоих Ольгерт Расправится С Адимом Правда? Скажи Что С моим Мужем? Твой Муж Ищет Все Более Сильных Ощущений И Искушает Судьбу Потому Что В глубине Души Он Несчастен Сердце Из Камня А Значит Ничего Не Изменилось Скажи Ольгерт Вспоминал Обо Мне Что Он Говорил Немного А я Не спрашивал Он Просто Прислал Меня За Розой Роза Это Все Что У меня Осталось Его Прощальный Дар Так Так Она Мне Ее Даст Или Нет Если Нет То Все Это Было Зря Мне Мне Показалось Что Эта Роза Для Тебя Важнее Чем Просто Память Я Так Мало Помню Но Когда Я Думаю О Моей Розе Я Могу Вспомнить То Что Было Мир Вокруг Меня Становится Настоящим А Я Я Замечаю И Знаю Вещи Вокруг Вспоминаю Кто Я И Кем Была Мой Друг Рассказывал Мне О Чем То Подобном Ты Связана С Розой Сильными Эмоциями И Цветок Это То Что У Ведьмаков Зовется Шпилькой Он Приковал Тебя К Этому Миру Как Пришпиленные Насекомые Это Ужасно Ты Должна Знать Что Если Я Заберу Розу То Ты Быть Может Перестанешь Существовать Вместе С Этим Призрачным Миром И Что Тогда Случится Буду Я Свободна От Страданий И Печали Или Меня Ждет Пустота Не Знаю Я Не Хочу Больше Страдать Но Я Боюсь Что Потом Только Холод И Тьма А В конце Нет Уже Ничего Если Она Нужна Была Конечно Ей Эта Роза Я Бо Е Оставил Но Дело В том Что Ведь Она Тоже Мучится И Страдает В Этом мире В Котором Скорби И Печали Тяготеют Над ней Поэтому Наверное Все Таки Первый Вариант Мне Нужна Твоя Роза Можешь Ли Ты Мне Ее Отдать Она Такая Хрупкая Края Лепестков Погазовели Как В тот День Когда Я Получила Ее В Подарок Не Хватает Только Капли Росы Которая Сходилась По Листу Когда Я Взяла Ее В Руку А Может Я Поранила Палец А Жим И Это Была Кровь Не Помню Знаешь Я Никогда Не Читала Того Письма Мне Было Незачем И Незачем Было Хранить Цветок Который Он Мне Оставил Я Приняла Решение Я Отдам Тебе Розу Наша служба Окончена Благодаря тебе Мы свободны Незнакомец Прежде чем Мы Уйдем Прими Совет Не Стой На Пути У Того Кого Называют Стеклянным Человеком А Если Все Ж Решишься Ищи Спасение В Зеркале Которое Нельзя Разбить Зеркало Которое Нельзя Разбить Такое Разбывает Ирис Фон Эверик Я Буду Помнить Тебя Это уже не важно Прощай Чувствую Дальше Будет еще Интересней С этим Одимом Стеклянным Человеком Чувствую Выполнив Все три Желания Ольгерта На этом Приключение Геральта Не закончится И мне придется Еще иметь Продолжение С Человеком Которого Называют Стеклянным Хотя Это всего лишь Мои догадки Задание Выполнено И жили ли они Долго И счастливо И Новое задание Кто сеет Ветер Но На этом Я это видео Завершаю Оно получается И так Слишком Длинным И что Ждет меня Дальше Будем смотреть Так Духи стихии Духи призраки Сражался я Значит Вон я с кем Сражался Масло против Призраков Надо было Наносить Эликсир Пурга Не знаю Зачем Это Рал Вот именно С ним В нарисованном Мире Я и Встретился Напоминали Ольгерты Сражались В той же Технике Что и он Шесть Существ Их Было А Вон оно Видите Как То есть По нечаянности Я задевал Ожидающее создание И оно Оживлялось И присоединялось К схватке То есть Нужно Точно Было Бить По Этералу Не задевая Тех Кто Ожидали Ну так Скажем Не находили В спящем Состоянии Вот так Вот Этерал Как Убить Этерала Ну что же На этом Видео Завершаю Дальнейшие Продолжения Смотрите На моем Канале До Следующих Встреч Продолжения